День в студии. Суммарный объем госдолга российских регионов превысил 2 триллиона рублей. За первый квартал этого года он вырос на 1,5%. Такие данные приводит Национальное рейтинговое агентство. Сейчас основным кредитором регионов является федеральный бюджет. Субъекты стали отказываться от дорогих коммерческих займов в пользу кредитов из госказны. На сегодняшний день их доля в суммарной задолженности регионов превысила 43%. Так, например, в Челябинской области сумма бюджетных займов выросла более чем на 300% и превысила 8 миллиардов рублей. Всего на поддержку регионов в этом году власти предусмотрели 310 миллиардов рублей. Отмечу, что с 2007 года объем госдолга российских субъектов увеличился почти на 500%. Госдолг регионов, который растет вследствие необходимости финансировать бюджетный дефицит и наращивать расходные статьи на фоне падения доходов, будет продолжать увеличиваться. И бюджетные кредиты укрепят свою роль в качестве основного элемента долговой нагрузки большинства субъектов федерации. Дальнейшего сокращения суммарного бюджетного дефицита в 2016 году не прогнозируется. Напротив, наиболее вероятным сценарием является его рост примерно на 20%, говорит аналитик Национального рейтингового агентства Александр Пахалов. Собранные на капремонт деньги разрешили временно хранить в банках. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. На депозит можно поместить средства, которые еще не перечислили подрядчику, так как работы не окончены. При этом капитал кредитной организации должен составлять не менее 20 миллиардов рублей. Список таких банков ежеквартально публикует Центробанк. Как заявил Дмитрий Медведев, новая мера введена для того, чтобы средства на капитальные ремонты не исчезали и не подвергались избыточному воздействию инфляции. Полученные с процентов доходы должны быть потрачены исключительно на проведение работ в домах. Без марки и опознавательных знаков Минздрав хочет обезличить упаковки всех сигарет. Мунифицированная пачка в России может появиться уже через год-два, сообщает коммерсант. Предложение прописано в проекте новой концепции противодействия потреблению табака в стране, который сейчас выходит на финальную стадию обсуждения. Для табачной отрасли запрет на использование собственного дизайна и бренда станет самой неприятной мерой. Как заявили производители сигарет, обезличивание упаковок может дать мощный толчок развитию контрабанды и контрафакта. Криминальному бизнесу будет проще выпускать и продавать поддельные сигареты. Отмечу, что в Австралии производить пачки в обычных упаковках запретили еще в 2012 году в Великобритании в этом месяце. В Госдуме предложили ввести госмонополию на вылов рыбы. Таким образом депутаты решили бороться с браконьерами. По различным данным, незаконный вылов водных биоресурсов в России составляет до 20% от общего объема вылова. Такие предприятия не только не платят налоги в государственный бюджет, нарушают популяции отдельных видов биоресурсов, но и поставляют выловленные рыбы в водах России на зарубежные рынки. Таким образом, подобные предприятия своими действиями серьезно вредят экономике. Говорится в пояснительной записке к законопроекту. Согласно документу, монополия должна начать действовать уже со следующего года. Предполагается, что государство будет заключать договоры на вылов рыбы с компаниями и выдавать лицензию на ее добычу. Кроме того, парламентарии хотят ввести в стране разрешительный порядок на импорт и экспорт данной продукции. Причем цены на рыбу также должно формировать государство. Введение госмонополии не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета, отмечают авторы проекта. Сезонное повышение на Ямале подорожали овощи и фрукты. Данные мониторинга стоимости товаров озвучили в департаменте АПК торговли и продовольствия. С начала года отмечается в среднем рост по Ямал-Ненецкому округу на 2,1%. Динамика в целом стабильная. Если сравнивать с предыдущими годами, 2014 год, то за аналогичный период рост составил 5,2%, а в 2014 году 6,1%. Сдерживание цен на продовольствие обсудили на заседании в правительстве. Власти сейчас наблюдают за стоимостью 27 продуктов. В целом ситуация стабильна, дефицита нет. Ранняя проверка прокуратуры показала, что в округе выросла стоимость социально значимых продуктов. В список попали 14 наименований хлеб, масло, соль, мука, творог, гречка, овощи и фрукты. В надзорном ведомстве отметили, что основной причиной нынешнего подорожения стал рост закупочных цен у производителей. Китайцы помогут построить высокоскоростную магистраль Челябинский-Екатеринбург. Об этом губернатор Борис Дубровский договорился на международном бизнес-форуме в Сочи. Это очень хорошая идея, стать частью транспортного пути Москва-Пекин. Мы очень серьезно относимся к вашему проекту. Нам он интересен. Глава китайских железных дорог заявил, что компания готова провести геологические исследования, помочь в экономических расчетах и даже частично профинансировать работы. Появление скоростной магистрали даст толчок к развитию китайского бизнеса. Отмечу, что высокоскоростная магистраль Челябинский-Екатеринбург входит в число приоритетных проектов РЖД. Время в пути от одного города до другого сократится до 1 часа 10 минут. Предполагается, что ежегодный пассажиропоток составит около 5 миллионов человек. Сегодняшняя трасса, она формирует совершенно новую геологию. И она выстроена, исходя из логики, что это всего 200 километров. И мы предполагаем, что вот эта часовая доступность создает вот эти ингрессионные эффекты, которые, собственно, позволяют регионам развиваться, регионам обоим развиваться с другой скоростью, с опережающей. Игры кончились, детские товары попали в тройку лидеров по количеству контрафакта. Как пишет российская газета, чаще всего подделывают пластмассовые кубики, конструкторы, резиновые кукол и машинки. Игрушки зачастую изготавливают из тактичных липучих материалов со сверхсильными магнитами, вредными для детей. Проверки Роспотребнадзора нередко показывают и превышение содержания вредных химикатов, стирола, цинка и даже формальдегида. Отмечу, что сейчас в России ежегодно выпускается 55 миллионов детских игрушек. Все остальные на рынке представлены иностранными брендами. Это была рубрика про деньги информационной программы «День». Далее смотрите рубрику «День безопасности» о работе уральских спасателей. До свидания и удачи в делах. Знай свои деньги. На территории Российской Федерации в обращении находятся банкноты Банка России номиналом 500 рублей, образца 1997 года, модификации 2010 года. Проверяйте признаки подлинности банкноты. Защитная нить видна на лицевой стороне, и при наклоне банкноты в фигурном окне появляется радужный блеск или число 500. На однотонном поле при наклоне банкноты появляется число 500 с разноцветными цифрами, которые при повороте меняют цвет. Водяной знак – это портрет Петра I и более светлое число 500. С оборотной стороны защитная нить – это светло-серая полоса с темными числами 500, разделенными ромбами, которые на просвет выглядят светлыми на темной полосе. Защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok